Всем здравствуйте! Мы находимся на вилле Боргезе в Риме. Это одно из знаменитейших мест в Риме. Во-первых, галерея, которая находится за моей спиной, содержит одну из лучших коллекций искусства в мире. И сама усадьба, парки и сады вокруг уникальны, они красивы. Их любят как римляне местные, так и все туристы, конечно. Поэтому пойдёмте смотреть. Вилла Боргезе – это огромный парково-садовый ландшафтный комплекс. И он находится практически в центре Рима. Вот мы шли по очень шумному городу, мы повернули, прошли через ворота и оказались в парково-садовом рае, который занимает на минуточку 80 гектаров. Это одна из самых богатых художественными и ландшафтными памятниками римских вилл. Рима Боргезе И всё не спеша рассматривать. Я хочу, чтобы вы насладились этой красотой, тем более, что у многих сейчас лежит снег. Всё это было снято в самом конце декабря, но, как видите, здесь на зиму не очень-то похоже. И, конечно, этим всем можно восхищаться и наслаждаться, и, в общем-то, даже не меньше, а больше, чем летом, потому что летом здесь бывает иногда нестерпимо жарко. Конечно, зимой, как и везде, как в любом другом саду или парке, здесь ведутся работы, поэтому некоторые части сада были закрыты. Но я всё равно старалась сделать фотографии. Что такое в данном случае парковый комплекс? Это не только клумбы, деревья, аллеи, садовые скульптуры и фонтаны. Это ещё вписавшийся прекрасно в пейзаж старинные здания, а иногда и современные, которые сейчас функционируют по-разному. Где-то театры, где-то музеи, где-то просто кафешки. Всё это мы с вами посмотрим. Это видео не о датах и именах. Конечно, избежать этого совсем невозможно. Но я хотела просто показать, как используется это зелёное пространство, как оно работает, как наслаждаются люди. Вот это была моя идея и моя цель. Полицейский патруль. Каждая лошадь, как произведение искусства. Высокое, холёное, красивое, блестящее и даже можно погладить. В парке находится также несколько прудов. На некоторых, как здесь, можно покататься на лодках. И в центре этого озерка находится остров, а на острове храм Эскулапа. Эскулап – это древнегреческий бог, который покровительствовал медицине. Он научился якобы лечить от всех болезней и даже воскрешать из мёртвых. Кстати, делал он это абсолютно не бесплатно, за что был наказан богами за, в общем-то, нарушение божественных правил. Но потом его всё-таки простили и воскресили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот отсюда можно храм разглядеть получше и даже спину Эскулапа. Пройти туда, конечно, нельзя, но видно очень хорошо, потому что достаточно близко. Птичья жизнь здесь тоже очень активная, но чё и не быть активной. Красота, чистота, все их любят, народ подкармливает, погода хорошая. Чем не жизнь? Ну а вот этот прекрасный, шикарный, развесистый, вечно зелёный дуб на самом деле при близком рассмотрении выглядит не слишком хорошо. У него много сухих веток. И буквально не так давно были сделаны исследования. Что-то типа ультразвука. Вот вы видите на картиночке различными цветами показаны участки, которые поражены в большей или меньшей степени. Это вообще не новая технология. Помните, когда я вам показывала, как мы работали в Тоскане, в городе Лука на Вилле, там тоже удаляли сосны, средиземноморские пени. И там тоже был сделан анализ, который показал, что там уже нет шансов сберечь эти деревья. Конечно, просто так вот по внешним признакам убирать деревья, которые росли сотнюю больше лет, когда новые деревья ещё вырастут. Нужно делать всё, чтобы их сохранить. Но если нет такой возможности, тогда, конечно, нужно их удалять, потому что при первом шторме или каком-то другом механическом воздействии они могут рухнуть и сделать, во-первых, разрушение, ну и даже, в общем-то, могут убить кого-нибудь. Поэтому с такими вещами нужно быть достаточно осторожными. Малышка! 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 М конечно этот самый большой пруд на вилле он очень красивый романтически хочется побольше здесь побыть особенно в такой денечек но давайте пойдем все таки посмотрим парк потому что он огромный вот эта часть парка была закрыта но все равно вы видите и можете представить насколько грандиозен весь этот парковый комплекс напомню время съемки конец декабря посмотрите на этот огромный кедр по моему это ливанский кедр если я не ошибаюсь да я была права вдалеке вы видите другой пруд я вам говорила что это не единственный пруд где катались на лодках есть еще другие также здесь много различных спортивных мест и мест где проходят соревнования по конному спорту также через парк проходит довольно оживленная дорога автомобильная ну сами понимаете в самом центре рима 80 гектар ну как бы без этого очень сложно обойтись тем более что есть много зданий которые требуют обслуживания на территории то есть конечно хотелось бы без дорог но так не получается помимо знаменитой галереи боргезы здесь еще много других музеев также здесь находятся несколько театров один из них театр глобус был построен по примеру шекспирского театра в лондоне ну и вообще весь этот комплекс в народе называют музейным парком кстати я вам показала уже в начале памятник викторию google а вообще здесь есть еще и памятник пушкину к сожалению он был закрытой части парка поэтому я его не смогла сфотографировать но он здесь есть по моему он был установлен не так давно где-то вот двухтысячном году пока вы наслаждаетесь прекрасными видами фонтана я вам немножко расскажу об истории этой виллы семья боргезы стала особенно известной в италии в пятнадцатом веке в 1433 году император сегизмун даровал агустина боргезе привилегий и герб в виде орла который я вам уже несколько раз показывала на величественных арках на входных воротах в общем то он здесь повторяется достаточно часто в шестнадцатом веке члены семьи боргезе поселились в риме камила боргезе с 1596 года был кардиналом семья имела несколько домов в риме и в 1609 году кардинал шипиона кафарелли боргезе племянник папы приобрел палатце ныне палатца тарлония близ площади святого петра в котором разместил свои художественные коллекции шипиона был таким вот ненасытным скажем коллекционером и он понимал что одного дворца будет недостаточно и строительство виллы пинчиана было начато в 600 1606 году возведением как раз от благородного дома на месте бывших виноградников на холме пинчио потому что эта территория уже принадлежала тогда и семье боргезе он проложил дороги аллеи конечно рим всегда гордился и вдохновлялся своей истории и здесь тоже было указано архитектором вдохновляться и искать идеи на древние римских виллах мы как раз дошли до главной галереи этого комплекса галереи боргезе и вы видите план и как расположены вокруг сады боковые сады скажу сразу были закрыты а вот задний сад мы с вами посмотрим но также мы заглянем и боковые сады вот вы их сейчас видите на фотографиях пришлось снимать через ограду но тем не менее получилось неплохо первое что бросается в глазах это геометрия конечно всегда и сейчас и особенно тогда сад был заполнен очень редкими по тем временам растениями потому что через это хотели показать свое богатство свое величие владельцы этого дворца и всего этого имения сад был создан для использования только членами семьи и естественно для репрезентативных целей показать все это великолепие гостям были павильоны где можно было посидеть стенечки также были голубятни в общем сады тоже представляли собой ботаническо-зоологическо-архитектурный выставочный павильон только под открытым небом вот он почему вы скажете лимоны и апельсины и другие цитрусовые в горшках ну во первых это традиционно во вторых даже сейчас когда климат стал намного теплее все-таки время бывают и низкие температуры зимой что цитрусовые в общем-то не переносят и много лет тому назад климат был намного холоднее поэтому и стали строить и в таскане и в других частях италии но не в самых южных скажем так стали строить лимонарии которые также во франции назывались оранжереями я уже об этом рассказывала лимонарии это от лимонов оранжерея от orange то есть от апельсинов и вот эти прекрасные растения услаждали и взгляд и обоняние летом а зимой они давали плоды горшки просто-напросто перемещались в эти лимонарии и все происходило уже там когда на улице было холодно эти лимонарии имели прекрасный огромные арочные окна они были как правило достаточно большими и они выполняли функции зимних садов то есть когда на улице было ну скажем так себе и это не радовало хозяева могли прогуливаться по зимним садам под крышей где много было света и загробных окон в общем баловали они себя баловали ну вот а мы за разговорчиками дошли до сада который находится позади галереи посмотрите это действительно галерея под открытым небом сколько здесь скульптур как здесь все красиво в общем еще один шедевр нужно заметить что вход прогулка по парку абсолютно бесплатная то есть просто в курсе зайти и провести здесь целый день можно заскочить в какое-то кафе покушать можно с собой взять ланч и и можно покататься на всяческих лошадках электромобилях но конечно в музее там уже есть входная оплата об этом можно на сайтах ознакомиться потому что цены они немножко меняются все время так что я на этом не буду заострять ваше внимание вот такая у нас получилась прогулка по вилле боргезе спасибо всем кто догулял ее с нами до конца и и я надеюсь что вам это понравилось поэтому отметьтесь пожалуйста что вы были с нами лайком палец вверх поставьте напишите комментарий чтобы вы еще хотели увидеть и на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго всего вам самого лучшего самое главное мирного неба над головой а и и и и